Да, дорогие коллеги, а мне выпало рассказать наиболее распространенный и обсуждаемый скрининг из тех, которые существуют в настоящий момент для опухоли ЖКТ, это скрининг колоректального рака. Ну и здесь у меня как бы немножечко патронов в обойме больше, как говорят, просто потому что это скрининг установленный, у нас уже есть уровень доказательности А и рекомендации USPTF для того, чтобы его максимально широко внедрить во всем мире, а вот результаты этого внедрения, к сожалению, нас очень часто разочаровывают. Давайте попробуем остановиться на конкретных примерах. Ну вот если мы отправимся в это путешествие с попыткой организовать скрининг, мы должны различать некоторые вещи. Я буду часто останавливаться на организационных вопросах, потому что сейчас в нашей стране очень активно обсуждают централизованный скрининг, а может быть кто-то слышал уже про успехи Республики Башкортостан на этом этапе, они были пионерами. Ну есть скрининг, есть организованный скрининг, и Международное агентство по изучению рака сделало даже отдельное определение, то есть организованный скрининг требует помимо указаний четкого критерия возрастной группы и так далее, что есть практически в любой скрининговой программе, требует наличия еще и отдельной команды ответственной за реализацию. Это не так, как, не знаю, например, в региональном диспансере есть главный онколог области, вот ты еще теперь скринингом занимаешься. Это отдельные фулл-тайм люди, которые занимаются прицельно этой работой, имплементацией программы, и что особенно важно, это фраза, которая здесь есть контроль качества. Но так или иначе, оставляясь в это путешествие, мы что себе как бы сделаем флаг, под каком знамени мы туда пойдем, но это то, что скрининг уже применяется. Но обратите внимание, что несмотря на то, что скрининг применяется в самых разных странах, и существуют различные рекомендации, мы чаще всего обращаемся в USPTF, ну так уже сложилось, это американские клинические рекомендации, Preventive Task Force, в которой есть как варианты самые разные опции скрининга, и в Америке, хотя самый распространенный скрининг, кстати, я думаю, что гемокольт-тест на практике оказывается этой колоноскопия, сразу как инвазивная методика, там дается в зависимости от конкретной формы страховки пациента на выбор несколько опций, то есть пациент может выбрать и анализ скала на скрытую кровь, и может выбрать сразу выполнить колоноскопию, или если он против инвазивных методик, есть варианты КТ-колонографии, которая тоже выполняется с определенной частотой. И они все имеют доказанную экономическую эффективность, то есть в принципе, если вы любую статью по скринингу колоноскопия откроете, вывод один, можно делать все, что угодно, и это всегда будет очень эффективно. Но тем не менее, если мы посмотрим на другие страны, например, рекомендации Национальной службы здравоохранения Британии, в австралийские рекомендации, рекомендации большинства стран Азии, то обратите внимание, делается только анализ скала на скрытую кровь, новый иммунологический, но при этом с частотой один раз в два года. А большинство исследований, которые мы смотрим, на основании которых скрининг зарегистрировано, показал свою экономическую эффективность, там наоборот, двукратное в год тестирование для того, чтобы исключить ложно-отрицательные результаты, делается иммунологический анализ скала. Фактически это в четыре раза реже, чем рекомендовано на основании данных анализа. Ну вот в чем же тут проблема, давайте посмотрим. Очень важно, когда мы планируем внедрять скрининг и рассматриваем, в принципе, эту методику, то, что у нас должны быть правильные опорные точки, мы должны правильно ее посчитать, не раздать всем гемокульт-тесты, быть довольным собой, чтобы мы начинаем спасать жизни, а посмотреть, как это будет эффективно с точки зрения государства, страны и, в принципе, системы здравоохранения, потому что есть очень много лечебных методик, которые будут работать, но мы должны посмотреть, а сколько, собственно говоря, эффективных лет жизни мы добавим пациенту и какая есть конкретная методика, потому что в зависимости от популяции и от доступа к медицинской помощи, ну и, в принципе, у каждой популяции пациентов есть свои предпочтения морально-этические, религиозные, по которым они будут более склонны пойти на то или иное обследование, важно подобрать и адаптировать для каждого региона и для каждой страны. Для этого нам нужны правильные методы подсчета, и мы должны остановиться на том, что мы, в принципе, про это должны знать. Как бы воздух в наши паруса добавляют то, что абсолютно потрясающие цифры, которые даются либо из исследований с очень чистой выборкой, где была высокая комплоентность пациентов к скринингу, когда до 100% пациентов, которые был положительный гемокультез, выполняют колоноскопию, и в этой ситуации мы колоректальный рак практически можем предотвратить, потому что большинство случаев ненаследственного колоректального рака, про наследственные мы уже слышали сегодня утром, они проходят через стадию полипа. Если мы удаляем полип, то рака не должно быть, или, по крайней мере, это становится казуистикой. И это позволяет нам снизить заболеваемость на 81%, а смертность на 83%, соответственно. То есть это огромные потрясающие цифры, которые потенциально может нам дать скрининг при самых разных его выражениях. Но у нас есть подводные камни, которые не дают нам достичь такие результаты в реальной практике. Как только вот эти вот математические модели или абсолютно чистые исследования, которые мы говорим с потрясающими цифрами скрининга, выходят в практику, то на практике мы снижаем смертность не на 80%, а от 15% до 32% в зависимости от конкретной стороны и методов скрининга. В основном почему? Ну потому что уровень участия пациента в скрининге колоректального рака один из наиболее низких среди всех форм скрининга. Потому что тест в любом случае инвазивное отношение к колоноскопии крайне негативное, о чем мы еще поговорим в дальнейшем. И в итоге, несмотря на то, что даже пациент приходит с положительным гемокульт тестом, мы ему говорим, что у вас может быть рак, то после этого на колоноскопию придет меньше половины пациентов на практике. То есть это может быть там для врача, это очевидно, вот положительный гемокульт тест, иди делай колоноскопию. На практике это не реализуется в популяции, и в итоге мы не только не реализуем тот потенциальное снижение заболеваемости и смертности, которое мы хотим добиться, а в принципе с точки зрения страны наши манипуляции могут быть экономически неэффективны. И вы видите, что в зависимости от стран, даже мы берем, ну развитые страны, казалось бы, для меня с точки зрения населения, но Канада и Нидерланды ничем не различаются, а посмотрите, в Канаде при наличии организованной нормальной программы скрининга уровень участия всего 16%, в то время что голландцы, вот они более дисциплинированы, у них уровень участия один из наиболее высоких в мире. И колоноскопии там выполняются до 100% пациентов после положительного гемокульт теста. Поэтому реальность наша может не совпадать с ожиданиями. И если мы посмотрим, то программа скрининга, опять же, это очень сложный организационный процесс. Вот это, я думаю, один из наиболее важных слайдов, на котором мы должны остановиться, потому что посмотрите, сколько пунктов. Каждый из них должен контролироваться, каждый из них должен обсчитываться. И, к сожалению, в 20 минут мы не успеем вложить обсуждение всех аспектов этой скрининговой программы, но остановимся, по крайней мере, на нескольких наиболее важных. Вот анализ кала на скрытую кровь. Как часто он выполняется? Что будет вообще? Каков будет результат? Зачем мы назначаем анализ кала на скрытую кровь? И хотя я этот слайд поставил на макет, например, Америки, на карте, тут в Америке чаще выполняется именно колоноскопия. За счет чего мы добиваемся снижения заболеваемости и смертности? Потому что мы понимаем, что при скрининге колоректального рака мы более всего, мы хотим найти полип, удалить его и избежать развития заболевания как такового. Но мы понимаем, что в отношении полипов, особенно небольшого, некрупного размера, анализ кала на скрытую кровь как раз работает не так хорошо. Дело в том, что очень высокая частота ложноположительных результатов. Колоноскопия для скрининга в Америке рекомендуется с периодичностью 1 раз в 10 лет. А вот анализ кала на скрытую кровь имеет каждый год, при ежегодном выполнении, имеет 4,4% вероятности быть ложноположительным. То есть мы с определенной вероятностью при хорошем уровне участия за 10 лет наберем на колоноскопию то же самое количество пациентов, которые набрали бы при ее однократном выполнении. При однократном рекомендуем колоноскопию раз в 10 лет, все равно все не придут. Мы сделаем ее в половине пациентов. А если мы будем постоянно делать анализ кала на скрытую кровь, то тоже участие пациентов будет ложноположительным, участие истинно положительным. И в итоге мы набираем примерно то же самое количество пациентов на скрининг. Вопрос. Нужен ли гемокульт-тест? В разных популяциях по-разному. В большинстве стран нужен, потому что уровень участия в скрининге будет выше. Мы понимаем, что это тот метод, не который имеет персетом с какой-то диагностической ценность, а это метод, который позволяет нам привлечь больше пациентов. И возможно, что в разных регионах, в разных городское, сельское население, какие-то где-то гемокульт-тест может быть не нужен. Это может быть лишняя трата денег, потому что уровень участия будет выше, пациенту просто проще один раз подъехать в клинику, сразу сделать колоноскопию, и он на 10 лет свободен, чем он будет из своего села постоянно каждый год приезжать в диспансер для того, чтобы проходить какое-то дополнительное тестирование. Это требует изучения, это требует как раз наличия организованной программы скрининга. Про колоноскопию есть целые мифы. В международном сообществе есть целая как бы тенденция, это реклама колоноскопии, что это информирование населения. Вправе таких достаточно забавных книжек про ночь перед колоноскопией, это нужно было целую книгу написать для того, чтобы агитировать пациентов, что как прийти. Наша задача при колоноскопии – максимальное количество контрольных показателей мы должны учитывать и смотреть, потому что если мы просто отправим пациента на рутинную колоноскопию и не будем знать ее результата, увы, программа скрининга не сработает, потому что как минимум мы должны контролировать важнейший показатель – это частота выявления аденом. Если мы отправляем к эндоскописту, который выявляет аденома менее чем у 20% пациентов, это неэффективная колоноскопия, мы не найдем у этих пациентов аденомы, он пропускает какое-то количество полипов, которые останутся неудаленными, пациенты делают колоноскопию, джанга, ты свободен, ты можешь больше к нам на исследование не приходить, а у него невыявленная аденома, из которой будет интервальный рак, потом вырастет, и, соответственно, ценность такого обследования сводится к нулю. Ну, соответственно, большое количество контрольных точек при выполнении колоноскопии нам абсолютно необходимо. И что мы делаем, если мы выявляем полипы? Вот это вот та проблема, которую, к сожалению, я очень много регионов посещал по нашей стране, и везде вопрос. Ну да, есть неплохо организованные как бы макеты, начальные этапы формирования программы скрининга. Вопрос пациента выявляются полип, что это? А это уже за рамками онкологической службы, у него же доброкачественное заболевание. Это наиболее частый ответ, но есть еще куча других. А на самом деле тут наступает самое важное. Пациент, у которого мы уже выявили полипы толстой кишки, из программы скрининга выбывает. Мы ему гемокульт-тест потом каждый год не делаем. В зависимости от количества числа полипов, он должен уходить на программу мониторинга пациентов с полипами. Потому что склонность к развитию полипов толстой кишки – это свойство отдельно взятого человеческого организма. Если у него один раз развились полипы, например, к возрасту 50 лет, они у него и потом будут развиваться. И у него риск выше, чем в общей популяции скрининговой. Он должен наблюдаться. Именно за счет этого потом мы добьемся снижения заболеваемости и смертности. Соответственно, я привожу, опять же, недружественные рекомендации других стран. Это европейская рекомендация общества гастроэнтерологов и эндоскопистов. Но, тем не менее, они прошли валидацию. И это то, на что мы должны ориентироваться. У пациента выявили полип, мы должны ему четко рекомендовать. И у него частота скрининга может быть вплоть до того, что он не раз в 10 лет, а каждые 3 года должен делать колоноскопию. И гомокульт-тест потом ни один из этих пациентов, анализ колоноскрытой крови в течение жизни, уже не выполняет. У скрининга, безусловно, есть не только положительные стороны, есть и опасности. По данным USPTF, которые мы сегодня уже неоднократно цитировали, наиболее серьезных проблем – это две. Самое страшное – это перфорация. И по данным USPTF перфорация происходит где-то у 3-х человек на 10 тысяч колоноскопий. Понятно, что это не очень большое число, но перфорация – это потенциальное летальное осложнение. Мы понимаем, что у пациента развивается фактически перитонит. И даже если перфорация обычно случается все-таки сразу в клинике, и пациент вовремя получает медицинскую помощь, это жизнеугрожающее осложнение. И клинические значимые кровотечения, но тут уже как бы более обоснованный риск, потому что кровотечение развивается обычно на фоне самой колоноскопии. Кровотечение развивается на фоне удаления полипа. А удаление полипа – необходимое медицински показанное вмешательство. Понятно, что тут зависит от оператора зависимое осложнение и так далее. Но, тем не менее, это проще объяснить. Перфорацию объяснить очень сложно. Если мы посмотрим, насколько успешно скринь проходит в ряде стран, то вот, например, я собрал несколько наиболее последних публикаций, потому что мы понимаем, что со временем все течет, все меняется. И опыт эндоскопистов становится больше, оборудование у нас становится лучше, от качества оптики многое зависит. Ну вот, буквально по нескольким странам публикации прошлогодние, скрининг в ряде европейских стран, в котором достаточно противоречивые результаты. С одной стороны, я был рад, что увидел, что здесь абсолютно не было ни одной перфорации толстой кишки на большом количестве пациентов. Если мы только что у USPTF видели по три перфорации на 10 тысяч колоноскопий, здесь было 85 тысяч колоноскопий, ни одной перфорации и очень небольшое количество клинически значимых кровотечений. Однако, когда посмотрели в скрининговой популяции, снижаем ли мы риск вообще смерти у пациента, смерти от любой причины, мы же понимаем, что основная наша цель, вот мы провели скрининг, вот этот пациент живет дольше, а здесь период наблюдения был более 15 лет, то есть, соответственно, за это время какой-то клинически значимый эффект мы должны были добиться. И оказалось, что нет, оказалось, что риск смерти от разных причин абсолютно идентичен. Вот отношение рисков 0,99. Мы ничего не добились скринингом, по крайней мере, при данной медиане наблюдения. И, правда, риск смерти от колоректального рака снизился, но, опять же, снизился на 10%. Это одни из наиболее низких показателей, я более высокие демонстрировал уже в начале доклада. Во Вьетнаме, это страна, которая сравнительно недавно внедрила скрининг, и у них достаточно неплохой охват населения. И вы видите, что на колоноскопию попадает где-то треть пациентов, при том, что у них скрининг только начался, и, вероятно, вот эта вот машина пропаганды, она еще не развернулась в полную силу, которая должна призывать пациентов проходить обследование. И в стране сразу, вот первые же результаты, которые они публиковали, очень высокая частота выявления аденом, то есть это говорит о высоком качестве колоноскопии, и, опять же, видимо, хороший контроль качества проведения всего. Скрининг в Южной Корее, я остановился на публикации, во-первых, потому что она новая, во-вторых, это то, что для нас важно. Это влияние скрининга на выживаемость пациентов, у кого все-таки выявили рак, а не полипы. Вот раннее выявление рака, к сожалению, при ряде локализаций, ну, приводит к тому, что мы раньше выявили рак, но не приводит к тому, что мы пациента лучше лечим. К сожалению, раннее выявление при ряде локализаций не приводит к выигрышу выживаемости на популяционном уровне. А здесь как раз приводит. Оно не такое, какое хотелось бы быть. Посмотрите, что у нас выживаемость выросла только на 11% при раннем выявлении колоректального рака, хотя вроде как это заболевание с относительно благоприятным прогнозом. Но, тем не менее, пациенты, у которых выявили не полип, а уже рак, они дольше живут, и эти данные вот мы буквально недавно получили из Южной Кореи. Ну, про нашу страну я уже говорил. К сожалению, в большинстве случаев выглядит скрининг примерно так. Мы взяли гемокульт-тест и куда-то выкинули его в популяцию. Что дальше происходит? Загадка. То есть, скорее всего, мы кому-то спасли жизнь, конечно. Лучше делать так, чем не делать вообще ничего. Но это не является скринингом по определению. Это неправильно. Мы должны переходить к более организованному скринингу. И я рад, что на сегодняшний момент я могу показать еще и этот слайд. Вот уже больше полумиллиона гемокульт-тестов было выполнено в Башкортостане. И коллеги очень детально анализируют большинство реперных показателей. Мы с ними периодически обсуждаем, сталкиваемся, работаем вместе. И очень высокая частота выявления данного. Посмотрите, когда они начинали, было 30%, что уже было хорошо. А сейчас это 43% за последние годы наблюдения. И мы надеемся, что этот опыт удастся экстраполировать на большее количество регионов. И многие в этой программе уже участвуют. Ну и если мы вернемся к исходной точке, мы посмотрим, какие еще перспективы есть в конце. И альтернативные методы, потому что я буквально коротко в самом начале говорил, что тот же ЮСПТФ рекомендует еще как варианты КТ-колонографию делать. Которая действительно имеет достаточно высокую чувствительность не только в отношении рака, но и в отношении аденом. Однако опять же нужно понимать, что мы выявили аденом, и мы пациента все равно направим на колоноскопию. Как бы он не пытался убежать от нас, он все равно итоговая цель – это выполнить эндоскопическое исследование. А КТ-колонография, да, в экспортных руках частота выявления аденом высокая, но поскольку этот метод пока не очень распространен в России, мы мало знаем о том, сможем ли мы добиться столь же высоких показателей. Капсульная эндоскопия – это что-то из разведа фантастики, да, использовать такой дорогостоящий метод для скрининга. Тем не менее, его с этой целью изучают, и в принципе, да, капсульная эндоскопия тоже может с той же вероятностью помочь нам выявить и крупные полипы, и не только ранние формы кололектального рака. В Америке уже сейчас зарегистрирован тест-анализ крови на скрининг, то есть ряд пациентов по разным причинам могут не согласиться выполнять скрининг, который является не только инвазивным, про колоноскопию мы не говорим, но и в принципе, работа с биологическим материалом, как кровь, она гораздо проще и легче, пациент на нее соглашается, чем работа с калом. Он есть, он менее чувствителен и менее специфичен, чем анализы кала, но тем не менее, первый скрининг у лолектального рака по анализу крови, он уже зарегистрирован, он одобрен в ДИА, и он используется у пациентов, которые отказываются от любых других методов скрининга. И ДНК-анализ кала, который тоже есть, но имеет достаточно высокую частоту ложноположительных результатов, из-за чего он включен в рекомендации, но только USPTF, ни одна другая сторона, насколько я знаю, его не использует. Коллеги, спасибо за внимание, если есть какие-то вопросы, я буду рад ответить, или мы продолжим обсуждать.